Дмитрий Бивол Соответственно, если выступить очень красиво, потом и зрелищностью, Дмитрию нужно побеждать сегодня красиво в недавнем поединке, когда Вадим Корнилов, менеджер, значит, что титул не на кону, потому что Огнё не может быть претендентом на этот титул, это, в общем-то, не имеет принципиального значения, самое главное это бой. Да, ну и мы также видели в углу у ближайшего друга, соратника и товарища, брата по оружию, который поддерживает Дмитрия. Это свежая кровь в компании Мирбокса, в российской компании, промотором которой. И, на мой взгляд, Дмитрий Бивол сегодня является ярких будущих звезд компании Мирбокса. Итак, первый раунд, смотрим. По туловищу, здорово, дублирует. Попытка через руку Огнё. Огнё лучше. С жестким ударом, с крепким ударом. Нокаутер, но мы знаем, что все-таки, когда боксер работает в контратаке, он может моменты нанести удар, в который как раз-таки наименьше всего будешь готов, а такой удар опасен, даже если твой удар. Продолжает проверять соперника Бивол, хороший удар по туловищу, сильные руки. Финти Дмитрий. С Агнию главное держать дистанцию, не проваливаться. Вот Дмитрий за счет работы ног, за счет передней руки, хорошо контролирует дистанцию. Это все такая проверка соперника. И скоро Дмитрий включится на полную. Бить в туловище. Да, с таким, наверное, нетипичной американской защитой, больше, наверное, европейской. Такой дабл-блок. Думаю, что и продолжает быть известен. Да, помним мы все лучшие времена Артура Абрахама, Марку Хука. Стену и попробуй его пробей. Да, да, да. Попал справа, попал Димас. Молодец, гулял Агнию. Покачнуло Седрика Агнию и тут же идет добивать и падает Седрик Агнию. Отличное начало для Дмитрия Бивола. Да, нормально все. Очень острый бивол и нужно развивать этот успех. Есть еще полминуты. Повторная атака и начинает просто забивать соперника, по-моему, Дмитрий по туловищу. Известный блок Феррата Арслана в деле. Ну, удары не пропускал. Но в такой глухой защите долго не выстоишь, согласитесь. Но правда гонка сейчас. Но в любом случае начало великолепное для Дмитрия Бивола. Дмитрий Бивол, Седрик Агнию. Второй раунд. Великолепно. Первую трехминутку Дмитрий провел. Отправил соперника в нокдал. Оба боксера 79,4 показала Агнию 79,3. И отличный силовой джеб в туловище в исполнении Бивола мы увидели. Хорошая двоечка сейчас. С луковым эффектом. Да. Услышали все. Весь зал, да. Да, это было хорошо. Продолжает прессингализировать. Хочу отметить, друзья, великолепные ноги Дмитрия в бибителях. И продолжает быть с ним в профи. Это очень важно. Как мне кажется, дает великолепные плоды. Хорошая, классная школа. Геннадий Юрьевич Машьянов, тренер Дмитрия Бивола. В общем, не делает. Только лишь блокирует удары Дмитрия Бивола. Конечно, с такой манерой ведения боя далеко не ускачешь. Много ударов в блоке бить не стоит. Нужно пытаться Дмитрию обводить эти руки. Здорово левый сбоку на встрече. Прекрасно. Стуловичу добавил Дмитрий Бивола и по печени слева. Великолепно, великолепно. В принципе, так же и с Сергеем Ковалевым боксировал. Не идет вперед или не любит эти защиты. Ну и мы видим, насколько Сандрик Агнию опасается Дмитрия Бивола. Робкие попытки ответить. Поменял стойку. Поменял стойку, да. Получил тут же по печени слева. Ну я думаю, что если Агнию решит пойти вперед на Дмитрия Бивола, то это очень быстро. И он постоянно угроза передней руки. Все хорошо. Спокойно. Раунчим первый. Обошлось без нокдаунов. Но здесь Дмитрия Бивола по марту соперника готов использовать. Продолжает Дмитрий Бивола беспокоить соперника вот этим силовым. Останник Дмитрия советовал ему менять этажи почаще. Побольше задействовать корпус. И дальше переводить на голову левым боковым. Хорошо. Правый навстречу через руку, да. Сбоку. Мне кажется, это должна комбинация проходить. Опять поменял стойку. Ну, значит, сейчас будет удар. Тренер Геннадий Маршкенов говорил, если Агнию ставят стойку левши, тогда... И сразу поднимаешь левый сбоку. Все. Меняй этажи. Пытается Агнию на контратаке где-то. Даёт он возможность Дмитрию раскрыться, посмотреть, подумать, щупать. Все это даёт. Но, тем не менее, напряжён поединок. И мы знаем, Седрик может ответить в любую секунду. Поджал Дмитрий Биво соперника в угол. Он начинает просто расстреливать своими ударами. Сталкивает соперника Седрик Агнию. Ну, а лидер убежать в другой угол. Я думаю, что там ему будет точно не слаще. Опять в левше стоит Агнию. Но, соответственно, нужно использовать эту комбинацию. Да, вот она. Раз по печени атаки. И там и левый боковой также по печени прошёл. 40 секунд на завершение этой труппы. По-моему, есть небольшая ссадина, да, или рассечение под левым глазом. У вас вот он инстанулирует. Мне кажется, правильное решение. Просто спокойно боксирует. О, здорово. Правая на встречу. Хорошо. Правая на право. Правая на право. Продолжается поединок между Дмитрием Бинком и Агнию. В углу американца говорили, на очередь качивается бензин. И поэтому давай разбивай его и уничтожай. Особенно то, что разбивай его теперь. Настало время его на это посмотреть. Здорово. Вот правый сбоку. Такой полупрямой, полубуковой, правой рукой. И Дмитрий эти брешики, эти щелочки, куда просунуть свой кулак. Да, но поскольку Дмитрий особой опасности не чувствует здесь, как по тренировочному мешку. Контролирует дистанцию левой рукой. Сэдрик Агния находится в грустной щите. Болельщики гудят, конечно. Им не нравится видеть, избить желанием этот самый бой, демонстрировать нам. Да, и вина, конечно, в этом Дмитрия Бивола. Мы говорили перед эфиром о том, что нужно быть... Что-то с глазом. Больно, сделал больно, сделал больно. Как раз левый боковой, он пришелся в область глаза. И может быть... Кстати, не исключено, что это перелом. Да, возможно, возможно. Потому что, видно, резкая боль была. Возможно, вот этот левый боковой. Второй боковой. Хорошо, умный связок. Без пропущенных ударов. В своей манере Дмитрий Бивол побеждает. Свобеда. Так, смотрим. Вот он, левый боковой, после которого... Огню. Сказал, что... Да. Ну, что ж... Пошел пойти по пути наименьшего сопротивления. Важная победа Дмитрия Бивола. Поздравляем его команду. Досрочно. Продолжение следует... Продолжение следует...